Всем привет! Вы на канале Сибирская дача на родниках. И сегодня я хотела бы поговорить о тех биопомощниках, которые будут мне помогать во время посадки моей рассады, а затем также в саду, когда эту рассаду мы будем уже высаживать в открытый грунт. Итак, приступим. Первые два биопрепарата это эпин и циркон. Они нам помогают, если наши растения начинают тормозить в росте. Оба эти препараты являются стимуляторами роста. Циркон способствует корнеобразованию, а также регулирует плодоношение и цветение у растений. Им можно поливать под корень. И надо сказать, что циркон усваивается растениями примерно где-то за 16-18 часов. Но, значит, еще следует помнить о том, что циркон, у него строгая дозировка, прямо как вот указано на табличке. Вот, выбираем, что нам надо, потому что если мы, не дай Бог, одной капелькой капнем больше, то мы можем получить обратный эффект. Поэтому, друзья, строгая дозировка согласно вот этой вот табличке на обороте. И тогда мы всегда будем со здоровым урожаем. Про Эпин следует сказать, что в первую очередь он является антистрессовым препаратом. И вот, когда у нас, ну, вот у нас в Сибири конкретно, в мае наступают вот эти вот возвратные заморозки, нам на помощь как раз вот и придет Эпин. Или когда бывает, допустим, череда дождей, или наоборот, у нас бывает еще засушливый. Июль очень засушливый. Тоже мы можем воспользоваться. И в такие вот сложные времена для растений Эпин просто жизненно необходим растением. Он усваивается растениями примерно за 12-14 дней. То есть, если вот поливать, то выдерживаем вот эти вот промежуток 12-14 дней. Ну, то есть, где-то через 2 недели мы можем сделать следующий полив Эпином. И еще хотелось бы вот сказать, что ни в коем случае нельзя вот эти вот 2 препарата Эпин и Циркон смешивать. Вот. У них разные предназначения. А если мы смешаем, то наши растения могут испытать шок своего рода и могут от этого погибнуть. Их необходимо использовать для полива, для опрыскивания, то есть в пасхурную погоду, либо вечером. Это все, что касается Эпина и Циркона. Вот. Значит, еще про Эпин хотела сказать, что если у Циркона строгая дозировка, то Эпин, он, конечно, так сказать, немножко щадящего эффекта. То есть у него тоже наоборот есть такая вот табличка, которой мы должны обязательно пользоваться строго, можно так сказать. Но если где-то там капелька лишняя упадет, то Эпин во всяком случае не так категоричен для наших растюшек, чем Циркон. Поэтому, друзья, об этом необходимо помнить. С наступлением весны мы начинаем обрабатывать наши кустарники медь-содержащими препаратами. И таким препаратом вот как раз является бордовская жидкость. Первые опрыскивания на своем участке, я говорю конкретно о том, как это делаю я. Я делаю именно медь-содержащим препаратом бордовской жидкостью. Она является хорошим фунгицидом и не вызывает привыкания у наших растений. Поэтому вот каждой весной я ей пользуюсь. Следующий биопрепарат это фитоспорин. Я купила вот такой вот жидкий. Еще у меня имеются вот такие два пакетика в сухом виде. Но, как правило, вот эти вот в сухом виде я их использую на даче уже. Удобно их разводить. А такое жидкий использую дома. Фитоспорин это биозащита от грибковых и бактериальных болезней. Вот тут написано, что для замачивания семян он используется. 10 капель на стакан воды. Также для полива и опрыскивания рассады, овощей, ягод. То есть 1 чайная ложка на 10 литров воды. А для плодовых 4 чайные ложки на 10 литров воды. То есть все написано вот на такой небольшой инструкции. Все это можно и нужно соблюдать. Вот. Следующий биофунгицид это глиоклодин. Глиоклодин использую постоянно. При том, когда я высаживаю рассаду помидор. Я, значит, в луночку, когда уже, значит, помидорки землей мы присыпали. И делаю такие два небольших, значит, углубления. И туда с двух сторон ложу по таблеточке. То есть 2 таблеточки в лунку. Получается. Она, значит, глиоклодин, он предотвращает, ну, вот это вот появление и черных ножек, корневых, прикорневых гнилей. Вот. Очень хороший препарат. Там такие таблеточки. Здесь их 100 штучек. И они такие, ну, как в народе говорят, типа такие травяные таблеточки. Вот. Очень нужная вещь. Вот. Помогает нашим растениям справиться со всеми вот этими вот болезнями. Следующий препарат – это ферровид. Вот. Значит, в нем высококонцентрированный раствор хелата железа содержится. Значит, это защита от насекомых различных вредителей. Здесь пишут, что универсальный стимулятор фотосинтеза и дыхания. Вот. Также, значит, предназначен для профилактики и защиты растений от хлороза и повреждений сосущими вредителями. Вот. Ферровид я тоже использую. Очень мне нравится этот препарат. Следующий препарат, который также защищает наше растение, значит, от насекомых вредителей – это фитоверм. Здесь две капсулки. Вот. Также на обороте показана табличка, как его использовать. Значит, этот препарат – биопрепарат для борьбы с клещами, тлями, трипсами, гусеницами на овощах, в ладовых, цветочных культурах и комнатных растений. Вот. Очень хороший и нужный препарат. Также им пользуюсь. И результатом я довольна. То есть, получается, что он как бы не один раз ты опрыскал растение, а надо делать, ну, за сезон хотя бы 2-3. 2-3 опрыскивания. Тогда точно вот. Вот эти вот все тли. Такая зараза эта тля. Прям вот вообще сил никаких с ними нет. С гусеницами еще как-то можно. Гусеницы, когда вот появляются на капусте, с ними как-то проще бороться. А вот с этими вот тлями, ну, прямо вот я не знаю, беда какая-то. И вот фитоверм мне вот хорошо помогает. Энергеном тоже пользуюсь. Очень он мне нравится. Повышает урожайность, устойчивость к болезням. Вот. Здесь 9 микроэлементов входит в состав. Также он подходит для опрыскивания и полива растений. Стимулятор роста. Тоже вот его использую. Очень хороший биопрепарат. В завершении хотелось бы сказать еще вот про гумат. Это удобрение на основе, значит, природных гуминовых кислот. Это биопродукт. Он позволяет нашим растениям воспользоваться, вот, гумат позволяет нашим растениям воспользоваться теми микроэлементами, которые находятся в земле. Но, значит, растение не может само с этим справиться. И вот тогда на помощь приходит гумат. Но он приходит на помощь только в том случае, если у вас удобренная плодородная земля. Вот. А если у вас бедная земля, истощенная, то есть, может быть, либо глинистая, либо наоборот, песок у вас, то, ну, никакие тут гуматы вам, конечно, не помогут. Об этом вот надо помнить и не забывать. Значит, отлично подходит гумат для укоренения различных черенков. Гумат отлично работает с удобрениями. Вот на своем личном опыте скажу, что я на даче использую, как только вот пойдет крапива, я, значит, ее режу, складываю в большой бачок, либо в большое 12-литровое ведро, заливаю, то есть, вот она настаивается, туда добавляю еще, у меня перепревший конский навоз есть, вот его туда добавляю. То есть, вот понимаете, такая вот получается, такое вот прямо сильное удобрение, вот, настоится оно, и, значит, я ковшик этого удобрения развожу на 10 литров воды и выливаю туда колпачок вот гумата. И, таким образом, ну, не забывайте, что перед тем, как использовать вот наше удобрение, мы обязательно должны просто обычной водой пролить наши грядки, наши растения и только затем воспользоваться вот уже удобрениями. Вот, собственно, это все, что я хотела, значит, о чем я хотела сегодня рассказать, поделиться с вами, какие я использую биопомощники у себя на участке, а также дома во время посадки рассады. Если, значит, мое видео вам понравилось, информация, значит, оказалась полезной, пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте. Кто еще не на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь на канал Сибирская дача на родниках. Вот, не забывайте нажимать на колокольчик. А сейчас я с вами со всеми прощаюсь. Всего вам всем доброго, до новых встреч, увидимся. Пока-пока.